Вопрос старения всегда волновал человечество. Можем ли мы остановить процесс старения или хотя бы замедлить его? В нашей ли это власти? И почему одни люди стареют быстро, а другие – моложавы до глубокой старости? Семь лет назад группа ученых выявила конкретные генетические варианты, благодаря которым стало понятно, почему одни люди стареют намного раньше, чем другие. Открытие было названо геном Питера Пэн. Ученые проанализировали более 500 тысяч генетических отклонений от стандартного человеческого генома и обнаружили звено ДНК, ускоряющее старение. Так, согласно полученным данным, до 45% населения Земли имеет одну или две таких копии. Именно эти люди выглядят старше своих ровесников, а 55% совсем не имеют этого звена. Вместо него эти счастливчики являются обладателями двух копий гена Питера Пэна, что и обеспечивает им моложавый вид до глубокой старости. Согласно этому исследованию, то, насколько быстро мы стареем, лишь на 20% зависит от нашего образа жизни и окружающей среды, а на 80% — от генетической программы, заложенной в нас. Гены, конечно, делают серьезное, с ними не поспоришь, но на 20% хозяева положения — мы. Вот, например, существует мнение, что смех увеличивает продолжительность жизни и влияет на ее качество. И это не миф. Оказывается, в среднем мы смеемся одну минуту в день, а рекомендуют смеяться как минимум 10. Еще Гиппократ отмечал пользу от смеха и рассматривал его как лечебное средство. А Лев Толстой утверждал, что смех рождает бодрость. Вплотную изучением лечебных свойств смеха ученые занялись где-то в середине 60-х годов прошлого столетия. Известно, что к шести годам ребенок улыбается и смеется примерно по 300 раз в день. По мере взросления человек смеется меньше, и это становится причиной болезни. Первым увидел связь между смехом и состоянием здоровья американский невролог Уильям Фрай. Ему удалось установить, что смех укрепляет иммунитет, уменьшает выработку стрессовых гормонов и увеличивает содержание в крови эндорфина, который притупляет чувства боли и повышает оптимизм. Во время смеха у человека расслабляется более 80 групп мышц. Получается такой вот специфический массаж. Смех укрепляет сердце и даже способен снизить давление у гипертоников. Согласно исследованиям, смех полезен тем, кто перенес инсульт или страдает хронической ишемией мозга. Секрет в том, что существует прямая связь между напряжением мимических мышц и кровоснабжением головного мозга. А сильнее всего мимические мышцы напрягаются как раз тогда, когда мы улыбаемся или смеемся. Смех хорошо укрепляет мышцы живота, спины и ног. Одна минута смеха равносильно 10-минутным занятиям на весельном тренажере или 15-минутам езды на велосипеде. Так что согласно этой теории смех продлевает молодость. Ну а если вы скептик и ничему не верите, все равно смейтесь. Если не помолодеете, то хоть удовольствие получится. Субтитры подогнал «Симон»!